Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить про торцовочные пилы. Не именно про эту модель, а именно в целом про торцовку. Сегодня хотелось бы поделиться некоторыми советами, какими-то хитростями. Сразу хотелось бы сказать, что для профессионалов данное видео, возможно, будет неинтересно. А вот для новичков, для молодого мастера, я думаю, некоторые советы будут полезны. Поэтому не будем долго задерживаться. Поехали! Итак, купив торцовку и принеся его в мастерскую, нам хочется убедиться, пилит ли наша торцовка под угол 90 градусов и 45. Это легко проверить. Для этого нам понадобится брусочек. В моем случае это кусок ЛДСП одинакового размера по всей длине. Ложим на столик, выставляем 0 градусов, то есть вот здесь, и пилим. Все. Теперь этот брусочек не трогаем, а вот этот переворачиваем. Прижимаем к столу и прижимаем. Как видим, у нас здесь все очень плотно. То есть никаких зазоров, ничего нет. Следовательно, угол 90 градусов у нас здесь настроен верно. Теперь нам нужно проверить угол 45 градусов. Выставляем. Отрезаем. Вот этот обрезок оставляем в сторону. Второй обрезок переворачиваем. И отрезаем вот таким способом. Все. Теперь этот можно выкинуть обрезок. А вот этот также приставляем и проверяем, есть ли у нас здесь зазоры или нет. Как видим, все ровно. Нет никаких зазоров. Следовательно, наша торцовка настроена правильно. Следующий совет касается нарезания большого количества заготовок одинаковой длины. Для этого нам понадобится вот такой вот упорный блок. Мы выставляем нам нужную длину, к примеру, да, там 70 миллиметров, 100 миллиметров. И крепим наш блок вот таким способом струбциной. Теперь мы можем спокойно нарезать заготовки одинаковой длины. Хотелось бы заметить, что диск мы поднимаем после того, как полностью остановилась наша пила. Потому что диском может зажать эту заготовку. И когда вы будете поднимать диск, заготовку вместе с диском может приподнять. То есть остановилась пила, после этого мы вытаскиваем заготовку. Опять пододвигаем и снова отрезаем. Все, получилось две заготовки одинаковой длины. Но также хотел сказать, что у данного блока есть тоже небольшая хитрость. Со временем здесь образуется много опилок, к примеру, да. И мы пододвигаем, и опилки нам мешают. То есть, к примеру, мы отрезаем заготовку. И она у нас получается меньше. Чтобы такого не было, следует сделать одну очень простую операцию. Наш блок нужно закрепить приблизительно миллиметров 5 от стола. Тогда все опилки будут проходить под блоком и не мешать нашей заготовочке. Теперь хотелось бы поговорить вот про эти отверстия на торцовочной пиле. Для чего они нужны? Сейчас я вам покажу. Сейчас отторцуем брусок. При торцевании мягкой породы древесины, как видим, у нас образуется скола. Вот мы видим, да. Вот как раз для этого случая сюда можно установить упорную планку. В данном случае я буду использовать вот такую из ЛДСП. То есть мы устанавливаем вот таким вот способом. И закрепляем здесь на два шуру, на два винта и здесь на два винта. Итак, установил нашу планочку. Теперь делаем надрез. Все, и теперь пробуем наш сосновый брусок. Смотрите, никаких задиров, ничего нету. Также данная планка выполняет еще ряд полезных свойств. Сейчас я вам их покажу. Одна из полезных функций этой планки, это аналог лазерного указателя. На некоторых торцовках есть лазер. К примеру, как видим, у меня он есть. Чтобы нам каждый раз не целиться, мы включаем лазер и отпиливаем. Вот как раз эта планочка может заменить вам лазер. К примеру, мы отмерили 50 миллиметров. И чтобы не целиться диском на эту риску, мы просто пододвигаем к нашей планочке и совмещаем вот эту риску с краем прорези. Все, отмерили и отрезаем. Вот и все. Также при помощи данной планки можно нарезать детали в один размер, более длинные. То есть, перед этим я вам показывал, можно короткие детали нарезать, к примеру, там до 15-20, да, сантиметров. То теперь мы можем сделать более длинную планку и нарезать уже детали в один размер, более длинные. Теперь хотелось бы поговорить о такой ситуации, когда нам не хватает расстояния диска, чтобы пропилить нашу заготовку. Как видим, нам совсем не хватило чуть-чуть, приблизительно сантиметра, чтобы допилить нашу заготовку. Как мы поступаем в этом случае? Мы берем нашу заготовку, упираем в упор и чуть-чуть приподнимаем. И таким способом дорезаем нашу заготовку. Сейчас я вам это покажу. Вот и все. Также данную операцию можно выполнить немножко другим способом. Для этого нам понадобятся два бруска. Подкладываем бруски и отрезаем. Вместо упорной планки можно использовать вот такой обычный брусок. Устанавливаем брусок и зажимаем струбцины. Также хотел сказать, что толщина бруска должна быть больше толщины заготовки. На торцовке с протяжкой можно делать различные соединения. К примеру, крестики. Когда нам нужно сделать одно соединение, но неохота настраивать фрезер, доставать, здесь как раз и поможет торцовочная пила. Устанавливаем брусок упорный и настраиваем глубину пропила при помощи регулировочного винта. Так, вот у нас заготовка. Вот вторая заготовка. Отметил точки с одной и с другой стороны. И теперь сделаем углубление. Вот такое вот соединение у нас с вами получилось. Следующий совет касается того, когда нам нужно сделать более острый угол. Торцовка делает трест 45 градусов. Ну, в моем случае 50, но все равно этого мало. В данном случае мне поможет вот такой вот упор от фрезерного стола. Ложим брусочек, поворачиваем наш столик и смотрим, какой нам угол нужен. К примеру, вот этого мне будет вполне достаточно. Ставим, закрепляем нашу поворотную площадочку и закрепляем наш упор. Смотрите, какой получился острый угол. Также хотел сделать замечание. Для безопасности данной операции нужно делать еще один упорный, упорную стенку и уже к этой стенке струбцинами закреплять брусок. Друзья, ну и напоследок хотелось бы сказать, соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности. Одевайте очки, наушники, респираторы и всегда используйте прижимную струбцину, которая идет в комплекте, ведь здоровье не купишь. Также напишите в комментариях, пользуетесь вы такими идеями или нет, что-то вы, может быть, улучшили, дадите какой-то свой совет. Всегда рад вас выслушать и ответить вам на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!